Медникова Я ехала, не зная, что именно Таня стала их приемной дочерью. Собственно, я ее не сразу и узнала. А ведь прошел всего год. Мы пришли, когда с ней знакомиться. Нас встретили очень страшными про нее рассказами. Какая она не такая, какая другая. Вывели ее. Я сначала подумала, что это другой какой-то ребенок, другая девочка. Потому что совершенно другой ребенок был, чем на фотографии. Там она с волосиками была. А это вывели ее лысую абсолютно. Во-первых, она увидела незнакомых людей. Мужчину, мужа моего. И нас еще там подготовили этим всем рассказом про нее. Но она сразу поняла, кому надо идти на руки. И на кого надо воздействовать. Она сразу пошла к мужу. К Максиму. И у них сразу получилась дружба. ДЦП, не подлежащий реабилитации. Сильная психоречивая задержка. Элементы аутизма. Много найдется желающих взять в семью такого ребенка. Настя признается, что той ночью глаз не сомкнуло. Смогут ли справиться с такой ответственностью, решали всей семьей. Десятилетняя Даша принимала участие в семейном совете наравне со взрослыми. Я уже давно хотела сестру, маме уже говорила. Но мы с мамой думали, что папа не разрешит. И я была рада, когда мама сказала, что они хотят взять девочку из детского дома. Ой, как маму любит, дядечка. А поцелуй с меня. Поцелуй с? Настя, Даша и Максим. Только им троим Таня позволяет подобные телячьи нежности. Чужим людям прикасаться к себе не разрешает. Приемная мама прошла с ней все возможные курсы реабилитации. Посещали различных специалистов, логопедов, дефектологов. В первое время Таня передвигалась по лестнице лишь ползком. Сегодня бежит впереди всех. Это как в сказке, не по дням, а по часам. Своя, когда росла старшая, это не так было заметно, потому что она в норме развивалась. И развивалась с самого дня рождения, и все условия были созданы. А тут ребенок, когда мы взяли Таню, она как белый лист была вообще девственно чистая, с минимумом информации. И как она это все начала впитывать в себя, это было удивительно просто за ней наблюдать. Когда я в первый раз с мамой переехала в детский дом, она там боялась бегать и в памперсах всегда ходила. А теперь она уже сама ходит в туалет, когда даже не спрашиваем ее, хочет ли она. Она сразу бежит сама, уже очень хорошо бегает, уже начинает слоги говорить. Тогда, еще год назад, до появления Тани, Метникова увидели в базе данных Ангелину. Именно ее они и хотели взять в семью. Но тогда ничего не вышло. А ты так умеешь? А я лев, я умею рычать. А как лев рычит? Ну-ка, Тань, тоже порчи. Отсутствие юридического отказа биологической матери, сложность установления ее местонахождения, надежда органов опеки на то, что женщина одумается и заберет своего ребенка. Время шло. Ангелина продолжала оставаться в детском доме. Это не давало Насте покоя. Через год они с мужем вновь обратились в органы опеки. Там продолжали ждать Гелину маму. Долго уговаривали, убеждали, но все же получили разрешение взять девочку в семью. Временно. До появления Гелиной мамы. Но в этом Метниковы видят глубокий смысл. Как бы ни сложились в них жизненные обстоятельства с мамой, она будет знать, что есть люди, которые живут по-другому. И что она может всегда к нам прийти и сказать, что я попала вот в такую ситуацию, помогите мне, пожалуйста. И мы поможем. В ином случае у нее бы не было таких людей. И если бы ее жизнь подвела к каким-то событиям тяжелым, ей некому было бы обратиться. Свою маму Ангелина не помнит. Была совсем маленькой, когда та выбрала себе другой путь. Но думать о маме девочка не переставала никогда. Нам в тот раз в детском доме сказали нарисовать портрет своей мамы. Я нарисовала просто женщину. Я не помню, как она выглядит. Но я помню, что у нее короткие волосы, как у Насти, и черные. А тебе кажется, что Настя похожа на твою маму? Да. А я думала, что она и есть моя мама. Дым коромыслом собаки начинают гавкать, тяпкать, радоваться. У нас сейчас медовый месяц, смеется Настя. Совсем немного еще Геля живет в семье. И все трудности адаптации у них впереди. Жизнь в детском доме совершенно другая и очень отличается от жизни в семье. Много разных моментов, которые для Ангелины просто новость. Что-то необычное. И надо быть очень мудрым человеком, чтобы не обижаться на ребенка и не сердиться, а понимать, что ребенок это делает не специально. Не со зла, ходит с вопросами ежеминутными. Сложно было. А что тебе было труднее всего? Посуду мать. Просто в детском доме все проще. А не покалываться ложками тарей и блюдце. Они такие же, как и все, но другие, говорит Настя про детдомовских детей. Каждый из нас, попав в изоляцию, неизбежно изменится. Детский дом – другой мир. С одной стороны, мир бесконечного праздника и праздности. С другой – мир полный отчаяния и одиночества. И жестокости. Попав в семью, где его любят, ребенок меняется на глазах. Нужно только очень много мудрости и терпения. У Насти психологическое образование. Это здорово ей помогает. Большую помощь оказала и школа приемных родителей. А еще приемной маме помогает уверенность в том, что она делает. Большое счастье Тани в том, что Настя не спасовала перед приговором специалистов. Которые прогнозы были ей поставлены ранее, они не оправдались. И поэтому те диагнозы, которые есть у нас, они тоже не приговор абсолютно. Даже если что-то останется на таком же уровне, что-то другое обязательно продвинется. Перспективы на будущее у нас могут быть разными. Либо она догонит по максимуму свой возраст, либо догонит, но по минимуму. Таня пока не начала говорить. Свои эмоции она выражает криком. Родители прекрасно ее понимают и принимают. А вот общества нет. Настя рассказывает, как ей пришлось выйти из автобуса, когда пассажиры вместе с кондуктором возмутились неадекватным, на их взгляд, поведением ребенка. Почему-то считается, что ментальные инвалиды, они чем-то обделены. Они, по-моему, счастливее всех нас. Просто наше общество как-то отгородилось от них и боится посмотреть в глаза. Сейчас Анастасия ушла с работы. Намерена пройти с Таней активную реабилитацию и подготовиться к садику. Геля осенью пойдет в школу, и ей тоже требуется помощь и внимание. С самого утра день Насти, бесконечная череда дел, хлопота и эмоций. Я не могла не спросить, а в чем же счастье? Счастье в том, когда смотришь на ее успехи, и сердце в груди радуется тому, что когда она была месяц назад, она смотрела в книжку и не понимала, зачем это нужна книжка. Уже не месяц назад, а уже полгода назад. А теперь она бежит, открывает эту книжку и с радостью мне несет, и зовет еще, бросай все дела, читай мне книжку. Вот когда вот это вот видишь, вот у меня, по крайней мере, в душе такой наплыв чувств происходит, что понимаешь, что вот этот человечек-то дороже, чем вот все развлечения на свете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok